У торговцев придорожными арбузами на Глинке пока затишье. В разгар рабочего дня к ним почти никто не подъезжает. Активные продажи начнутся ближе к вечеру и на выходных. 35 рублей за килограмм арбуз, 90 рублей торпеды. Продукция разойдется быстро. У вас хорошие арбузы? Хорошие арбузы? А чем хорошие? Не казахстанские. Слушайте, а есть у вас документы, которые подтверждают, что эти арбузы безопасные и качественные? Я не знаю, у дяди есть. Сейчас могу позвонить. Во-первых, и температура считается, и влажность. И, во-первых, те все вредные вещества, которые образуются вдоль дорог. Мы вдоль дорог не рекомендуем также приобретать и собирать и грибы, и ягоды, потому что действительно это место небезопасно. Улица Глинки вообще славится вот такими как раз прилавками. И смотрите, стоит возле дороги. Документы мне человек на эту продукцию показать не смог. Ну и все типичные нарушения. Все открыто. Вот надрезанный арбуз. Вот так быть не должно. И вот это покупать в принципе нельзя. В Роспотребнадзоре говорят, располовиненные арбузы и дыни – это рассадник бактерий. Особенно, если они пролежали на жаре. И открытый арбуз должен храниться в холодильнике, но никак не на прилавке возле дороги. Всего в 20-30 метрах от первой точки на Глинке вот очередной прилавок с арбузами и дынями. Скажите, а какие есть документы, подтверждающие качество и безопасность этих? Документы Сибирской губернии. То есть у вас на руках нет таких документов? Документы нет. Почему? Заключили договор. Документы у них. А вы знаете, что возле дороги торговать небезопасно и вообще не рекомендуется? Ничего не могу сказать. Почему? Вы торгуете? Почему не можете сказать? Ну торгую. Я тоже как купил, продаю. Дальше по трассе на выезд из города на прилавках частых торговцев еще больше стирается грань между продуктами и промтоварами. В метре от оживленной дороги арбузы по соседству с хозяйственными и садовыми предметами. Купали сами когда? Ни разу никогда и не советую никому. Возле дороги и еда, тем более это арбузы. В этой точке, как под копирку с теми прилавками, документов нет. Хозяин должен их привезти. Где сам он находится, неизвестно. В Роспотребнадзоре говорят, если нет никакой информации о продавце, то скорее всего торговля несанкционированная. Покупать у такого можно только на свой страх и риск. Алексей Кривогорницин, Дмитрий Кочетков. Новости Прима.